Окунуться в атмосферу Средневековья или почувствовать себя настоящим викингом можно было в эти выходные в Сыктывкаре. В столице Коми прошел межрегиональный фестиваль культуры и ремесел Северной Тразиции. Среди участников реконструкторы не только из Коми, но и Костромы и Северодвинска. Пообщалась с энтузиастами Ксения Лосева. Познакомиться со старинными песнями, увидеть, как ковали железо в средние века, а также отведать диковинные блюда. На фестивале культуры и ремесел Северной Тразиции работает сразу несколько площадок. Что важно, все они без исключения интерактивные. Не просто показать и рассказать, но и дать попробовать. Главная задача, говорят здесь, погрузить гостей в удивительную атмосферу раннего Средневековья Руси и Скандинавии. У нас при клубе есть музей живой истории. И основное его отличие от обычных музеев в том, что здесь у нас ничего не застеклено. Все можно потрогать, все можно попробовать. И практически все вещи сделаны участниками клуба. Поскольку использовать настоящие выкопанные из земли древние инструменты абсолютно неэтично. Поэтому реконструкторы занимаются тем, что воссоздают то, что найдено было в земле по источникам научным. Воссоздают и пробуют это применить в жизни. Посетители могут увидеть, что называется в действии и требушет. Древнюю машину для метания камней и других снарядов при помощи системы рычагов. Такой камнемет на Руси назывался порог. Почувствовать атмосферу того времени предлагают и за любимыми играми наших предков. Их привезли в коме из Костромы. В начале идет определенное время исследования. Потом делаем само поле по возможности по тем материалам, которые были в то время. Либо по изобразительным источникам того времени делаем. Потом играем сначала внутри клуба и дальше отправляем уже в игротеки. Это мы сейчас воспринимаем игры как досуг. В то время игры они несли очень большую информацию, испытывали человека, передавали культуру, давали знания, которые просто в учебниках или от человека можно не узнать. Ну и конечно, какой фестиваль без традиционной кухни. Одно из главных блюд – старинное комиявство в честь праздника Чомэр. Это вареная большими кусками капуста с добавлением брусники, черного перца и различных специй, а также растительного масла. Можно отведать и лепешек по специальному рецепту. Викинги смешивали четыре вида муки, раскатывали их скалкой, а потом окунали на несколько секунд в кипящее растительное масло. Рядом мастер-классы по росписи пряников с сахарной глазурью. Оказывается, лакомство было известно еще в Древнем Египте. Выпекаются они недолго, 15-20 минут, но они очень долго хранятся за счет того, что там есть мед и пряности. Так у нас срок хранения обозначен как месяц, но они в упаковке индивидуальной до года хранятся. Они подсыхают, но своих свойств вкусовых не теряют. Фестиваль проводится в Сыктывкаре впервые. Впрочем, сам клуб «Крещет» появился в столице Коми уже четверть века назад. На сегодняшний день за спиной участников уже не одна реконструкция, а также походы с самой разной сложности. В целом же сейчас в России насчитывается около тысячи историко-реконструкционных объединений. Клубы обычно посвящены какой-то определенной эпохе конкретного региона. Ксения Лосева, Северина Арпа, Олег Жуковский, телеканал Юрген Сыктывкар.